Включайте духовку на 200 градусов. Приготовьте противень. Вырежите лист пергаментной бумаги. Пергаментную бумагу оставляем на столе. Лист в духовку. Лист должен быть горячим. Итак, друзья, вот наши ингредиенты. Перечислять не буду. По ходу пьесы вы все узнаете. 120 грамм ржаная мука. Это в среднем стакан. 120 грамм обычная мука. 100 грамм мука грубого помола. Все просеяли. 20 грамм овсянки. 60 грамм пшеничной отруби. Столовая ложка тростникового сахара. Чайная ложечка соль. 8 грамм. Чайная ложечка пищевая сода. 8 грамм. Все сухие ингредиенты смешали. 2 полных столовых ложки оливковое масло. Смешали. И один из главных ингредиентов наш обычный кефир. Обратите внимание, что сейчас я его сюда не наливаю. Я жду, когда моя духовка наберет температуру 200 градусов. Потому что как только мы с вами смешаем кефир с мукой, получится тесто. Мы сразу его должны отправить в печь. Духовка у меня 200 градусов. Начинаем готовить тесто. У меня в стакане. 330 грамм. Это ориентировочно полтора стакана. Все это дело заливаем. И мешаем. Все пропорции я вам дал уже отмеренные. Ничего не экспериментируйте. Сделайте так, как я вам предлагаю. Тесто не должно быть жидкое. Этот хлеб, вот это тесто, не нужно путать с дрожжевым. В дрожжевом тесте другой эффект. Когда вы делаете тесто более жидким в дрожжевом хлебе, он у вас получается пышный, объемный. Здесь же у нас с вами дрожжей нет. У нас здесь только сода и кефир. Эффект подъема в нашем тесте достигается за счет кефира и соды и высокой температуры духовки. Как только мы поставим в духовку, начнется реакция и наш хлебушек будет объемным. Еще раз я повторяю, не нужно сравнивать наш хлеб с дрожжевым. Он не будет пышный. Он будет достаточно упругий, рыхлый. Но тем не менее, невероятно вкусный. Его даже нет необходимости делать как обычное тесто. Вот, буквально ложкой его разровняли. Немного помассируем его рукой. Руку мойки. Достали лист. Он у нас горячий. Закрыли пергаментной бумагой. Руки смочили оливковым маслом. Достали тесто, сформировали. Делаем колобок. Разровняли. Надрезаем. Время запекания хлеба в среднем 35 минут. Заводите таймер на 30 минут. Затем я вам покажу, что мы будем делать. Хлеб у нас в духовке. Сейчас мы с вами сделаем оливковое масло с медом. Столовая ложка меда. Две столовых ложки оливкового масла. Раз, два. Даже добавлю еще. Три столовых. Очень скоро вы увидите, для чего я сделал этот дрессинг. Так, друзья. Прошло у нас 30 минут. Наш состав. Оливковое масло и мед. Мажем хлеб. Слышите? Это говорит о том, что наш хлеб практически готов. Возвращаем в печь на 5 минут. Ну, друзья, наш хлебушек готов. Необходимо его переложить на решеточку. Невероятное вкуснятие, я вам скажу. Этот хлеб очень полезный, потому что в нем нет дрожжей. Мы использовали несколько сортов муки. Добавляли овсянку. Этот хлеб прекрасен будет на завтрак. От него у вас не будет никогда изжоги. Этот хлеб невероятно сочетается с нашим соленым и копченым лососем. Посмотрите это видео. Помажьте этот хлебушек маслицем. Чаек с лимоном. О, это прекрасно. Для людей, которые ведут здоровый образ жизни, этот хлеб must have. Он просто незаменим. Сейчас необходимо дать ему остыть. Как только он будет уже комнатной температуры, можем его резать и сервировать. Сколько же его хранить? При комнатной температуре у вас хранится не менее 5 дней. Если вы его положите в холодильник, закройте его пергаментной бумагой, например, в холодильнике 2 недели. Не менее. Вы можете его заморозить. Это еще 2-3 месяца. Наш хлебушек. Мы сейчас его с вами будем гриловать. Давайте посмотрим. Этот хлеб чем-то напоминает пряник. Видите, он упругий, плотный, но в то же время очень рыхлый. Немножко оливкового масла на сковородку вель. Ну вот, я довел супчик до кипения. Видите, какой цвет? Суп из лука-пурея. Должен выглядеть именно так. Зеленоватый. Ой, какая красота. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Очень симпатичный, вкусный, питательный, сытный Давайте дегустировать Наш хлебушек какой О, боже мой Привкус меда Привкус ореха Вот знаете, я сказал, что он похож на пряник Вот где-то похож на пряник Вот вкус хлеба Вот совершенно уникальный Благодаря невероятному количеству ингредиентов Которые мы с вами использовали Для создания этого замечательного хлеба Плюс отсутствие дрожжей Нет этого, знаете, хмельного вкуса Ощущение такое, что вот кушаешь Действительно какой-то десерт Вот этот хлеб Когда вы его погрелуете Положите туда сырок Моцарелла, сверху помидорку Ох, просто прелесть Ирландцы, когда кушают этот суп Они обычно хлебушек Мажут маслом Ну, я не стал уже маслом делать Потому что, как бы, слишком жирновато будет Но они любят жирную еду Хотите попробовать вкус Ирландии Обязательно испеките такой хлеб Приготовьте Замечательный луковый супчик И сразу все поймете Субтитры сделал DimaTorzok